Всем привет! Я Алексей Макаренков, и вы смотрите Игросторис, где я рассказываю всякие необычные и интересные истории про игры, игровую индустрию и всевозможные околоигровые вещи. Вышел Fallout 76. Игру, если вы еще не в курсе, можно купить на нашей игровой площадке 4Game. Причем, если у вас уже есть 4Game аккаунт, то платить игру можно либо частично, либо целиком с помощью бонусов. Ну, то есть, теоретически, можно получить ее вообще бесплатно. Доната у нас на канале нет, но если хотите нас поддержать, то можно сделать это вот так. Но только в том случае, конечно, если на самом деле планируете покупать игру. Ссылочка на магазин есть в описании. А теперь переходим к основной теме сегодняшнего выпуска. Все мы привыкли к миру Fallout, это мутанты, радиация, такое напряженное выживание. По сути, разработчики фантазировали, а как бы развивалась жизнь после ядерной катастрофы. Но насколько правдоподобно они это сделали? Насколько происходящее в Fallout достоверно? Безусловно, авторы имеют полное право фантазировать, как он заблагорассудится, ну потому что это игра. Но от этого не менее интересно разобраться, насколько все реалистично, просто ради интереса. Именно этим мы сегодня и займемся. Поехали! Атомная или ядерная война — это уже давно вполне себе такая осязаемая угроза. В Чикагском университете уже много десятков лет выходит журнал «Бюллетень ученых-атомщиков». И в 1947 году создатели первой американской атомной бомбы придумали «Часы судного дня». Раз в несколько лет на обложке журнала появляются часы, которые показывают несколько минут до полуночи. И эти минуты условно отражают развитие ядерного вооружения и напряженность в мировом обществе. Предполагается, что вот если часы дойдут до полуночи, случится мировая катастрофа и всем конец. Разумеется, это все очень условно, но вот решение о переводе стрелок принимают очень серьезные ученые. Даже нобелевские лауреаты. И вот за 71 год существования вот эти часики дважды показывали без двух минут полночи. То есть мир буквально стоял в двух шагах от атомной войны. Первый раз это было в 1953 году, когда СССР и США испытывали термоядерные бомбы. И второй раз в этом, в 2018 году. А все из-за того, что Северная Корея продолжает ядерные испытания. Соответственно, ученые уже очень давно пытаются просчитать, какие вообще могут быть последствия, если война все-таки случится. Например, в 2014 году профессор Американского национального центра атмосферных исследований Майкл Миллс опубликовал отчет. Он смоделировал локальную войну между Индией и Пакистаном. И попытался предсказать, а вот что произойдет, если на относительно небольшой территории взорвутся 115 килотонных атомных бомб, примерно таких как Хиросиме. Вроде бы много, но это меньше процента мирового вооружения. Так вот, по его словам, города сгорят просто под ноль. Естественно, после взрыва начнутся пожары, и со временем они наверняка перерастут в гигантский огненный шторм, который просто все сожрет. Каждый такой шторм выбросит в стратосферу примерно 5 миллионов тонн углерода, которые фактически заслонят солнце и небо почернеет. А потом наступит ядерная зима, причем уже в стратосфере углерод начнет нагреваться под солнцем и уничтожит озоновый слой минимум на 50%. А озон, как вы понимаете, защищает нас от солнечной радиации. Еще одно исследование опубликовал климатолог Алан Робок, и было это в 2006 году. И по его версии, в случае глобальной ядерной зимы, температура по миру упадет в среднем на 8 градусов. А конкретно в средних широтах, даже летом, будет на 20 градусов холоднее, чем сейчас. Соответственно, ни о каком сельском хозяйстве в таких условиях не может быть даже речи. И даже если мы переживем взрывы, то нам попросту нечем будет питаться. Плюс радиация будет сжечь, естественно, со всех сторон. Одним словом, скорее всего, и из людей почти никто не выживет. А теперь смотрим мануал к первой части Fallout. И узнаем, что в игровой вселенной бомбы были не по 15 килотонн, а по 200 и даже по 750. То есть масштаб разрушений должен быть просто запредельный. При этом, например, в Нью-Вегас можно узнать, что на тот же Лас-Вегас упало 77 вот таких вот бомбочек. То есть регион должно было разнести просто в пыль. А при этом мы видим там какие-то старые здания, остатки цивилизации. Ну, в целом, что-то уцелело. И объективно это, ну, не очень правдоподобно. При этом в лоре Fallout'а ядерная зима вообще никак не упоминается. В 2002 году Крис Авилон, геймдизайнер Фоуча, сел писать Библию Fallout'а, в которой собрал все основные факты о вселенной. И он признался, что да, разработчики просто вот проглядели ядерную зиму. Типа сорян. Но чуть позже он все-таки придумал отмазку. Дело в том, что Fallout'а это как бы не наша, а альтернативная вселенная. У нас после Второй мировой создали транзистор, а у них нет. Соответственно, не было никакой цифровой эры, и вместо этого человечество развивало именно атомные технологии. Таким образом, газ и нефть очень быстро кончились. И, по сути, из-за этого как раз в 2077 году и началась война в мире Fallout'а. И вот, по словам Криса, если в городах нет никакого топлива, там нет газопровода, всего вот этого, то огненной шторм быть не может. Соответственно, миллионы тонн углерода не попадут в атмосферу, и ядерной зимы не будет. Ну, как бы так, с натяжечкой большой, но хоть насколько-то правдоподобно это выглядит. Окей, допустим, Земля осталась пригодной для жизни человека. Тем более, что вот события первой части происходят через 90 лет после войны, а четвертые вообще через 210. При этом, как мы знаем, куча людей все это время пряталась в подземных убежищах, которые вот в порядке эксперимента заказало правительство. И вот это уже очень правдоподобная история. Можно даже сказать, что она правдивая. Потому что во времена Холодной войны и СССР, и США, и многие другие страны действительно от греха подальше активно строили бомбоубежище, как раз на случай ядерной и атомной войны. И даже в России осталось куча таких сооружений, хотя со временем нам многие забили и начали использовать их как склад. Но тем не менее. Причем в игре эти убежища достаточно правильно изобразили. Они действительно располагаются под землей и защищаются массивной металлической дверью. Единственное, что в реальности за дверью обычно расположен шлюз. Чтобы туда могли забегать выжившие даже после взрыва. И после этого шлюз снаружи, соответственно, закрывается. И тогда уже людей впускают внутрь. При этом радиоактивная пыль внутрь не проникает. Потому что в бункерах искусственно нагнетается высокое давление. И воздух снаружи просто не проходит. Только через специальные фильтры, которые чистят его вообще от всего. Помимо этого, в убежищах обычно стоят системы охлаждения воздуха. Потому что если наверху пожар, это такая очень серьезная проблема. При этом такие бункеры, по сути, автономны. Внутри есть все для выживания человека. Там и гидропонные установки для выращивания овощей, и дизельные генераторы, и емкости с водой, и система для ее регенерации. И туалеты. И плюс все это еще обычно подключается к городской канализации. Но даже если вот эта система подачи всего выделения внутрь города ломается, выжить тоже можно. И в теории в таких бункерах действительно можно продержаться очень долго. Хотя и не очень комфортно. Кстати, коллективные убежища в основном распространены именно у нас. А в той же Америке часто строили индивидуальные укрытия. Ну, просто потому, что в те времена народ уже массово селиуса в пригородах, и им было бы довольно проблематично добираться вот до условного города. Кстати, тема с индивидуальными бункерами в последнее время опять стала очень популярна. Например, американская частная компания Atlas Survival Shelter продает круглые бункеры в форме трубы. Там жутко тесно, но вот судя по рекламе, именно такую форму придумали в армии США. И только такие бункеры прошли тестирование реальной ядерной бомбой. И в них якобы 3-4 человека могут жить десятки лет. Если честно, утверждение очень спорное. Там даже нет нормальных хранилищ и нет ничего для выращивания пищи. Причем стоит такое удовольствие там вот 40 тысяч долларов за самую простую версию. А можно сказать делюксы здания там с гостиной, с кухнями, со спальнями, с кинотеатром, даже с игровой комнатой. И вот за это уже просят 17,5 миллионов баксов. В общем, выглядит это как такая пыль в глаза и развод на деньги. Вот продержаться там какое-то время наверняка, конечно, можно, но не очень долго. Если я что-то не понимаю и ошибаюсь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, вы этот вопрос исследовали. И, кстати, мимо России эта мода тоже не прошла. Говорят, что вот люди, которые могут себе это позволить, часто очень заказывают строительство бункеров под жилыми коттеджами. Разумеется, в частном порядке и за очень большие деньги. В любом случае, в вопросах построения убежищ, Fallout смоделирован, ну, вполне себе реалистично. Другое дело, что вот просто спрятаться от радиации мало. Чтобы выжить, нужно что-то есть. И понятно, что в нормальном убежище можно выращивать там овощи и фрукты. Но, во-первых, хотелось бы чего-то поприличнее, не только траву. И, во-вторых, нужно мясо для нормального функционирования организма. И плюс есть еще одна проблема. Когда придет вот время выбираться наружу и исследовать мир, без запасов пищи тоже никак. И тут возникает вопрос, а можно ли вообще есть консервы, там, через 50 или через 100 лет? И они столько не хранятся, и люди в убежище могут просто умереть с голоду. Оказывается, прекрасно хранятся. Разумеется, есть хорошо упакованы. В 2017 году ученые откопали вклад русских полярников на таймыре. Его еще иногда называют продуктовый клад барона Толя. Там были щи, разные каши, и все это больше 100 лет хранилось. И оказалось, что все это прекрасно сохранилось и до сих пор пригодно в пищу. И даже вкус это все не потеряло. Поэтому если хорошенько запастись, то выживать можно действительно долго. Кстати, по поводу Толя и его полярных экспедиций, очень советую почитать отдельно. С постапокалиптикой это никак не связано. Но история его жизни, полярных экспедиций и поисков земли Санникова, это очень интересная тема. А там можно еще зацепиться за историю Каучака, вот того самого руководителя Белого движения. Он был океанографом, участвовал в экспедиции по спасению Толя. И опять же, это никакого отношения к Фолучу не имеет, просто очень интересная история. И раз уж мы заговорили о сроках хранения, стоит разобраться еще с одним вопросом. В Fallout практически у каждого встречного есть огнестрельное оружие. И да, там можно встретить и лазерные, и плазменные винтовки. Но в основном народ ходит вот с совершенно обычными револьверами, винтовками и дробовиками. То есть с оружием, которому там 100, а то и 200 лет. Его там в музей сдавать можно. И вот вопрос, а оно-то точно будет нормально работать через столько лет? И правильный ответ, скорее всего, да. Главное уберечь от влаги. Опять же, есть реальные случаи, когда люди тестировали патроны 1917 года. Эти патроны хранились в Сынке, и поэтому через 100 лет работали вообще безотказно. И с оружием, по идее, ровно такая же история. Так что в этом плане к Фолучу претензий нет. Единственное, к чему можно придраться, это батарейки. Потому что там выходит герой из убежища, а у него пип-бой. И, по сути, это портативный компьютер. Спрашивается, на чем он работает. Потому что современные литий-ионные аккумуляторы умирают там лет через 5-10. А какие-нибудь никель-металлогидридные или никель-кадмиевые, ну, там, лет через 25. То есть батарейки, которые протянут сотню лет, просто нет. Ну, по крайней мере, в свободном доступе. Так что вот беспроводной электроники в мире фуллаут, по идее, быть не должно. Да и по такой логике энергетическое оружие тоже вот вряд ли будет работать. Хотя вот точно это утверждать нельзя. Вот когда такое изобретем, тогда и поговорим. Но, допустим, наш герой таки выходит на поверхность, весь такой здоровый, сытый, при оружии. Кого он обязательно встретит чуть ли вот не первым делом? Разумеется, мутантом. Это и гули, которые когда-то были обычными людьми. И всякие гигантские скорпионы, двухголовые коровы, брамины. И куча другой живности. И тут давайте обратимся к работам доктора Тивати Мусо, который много лет исследовал дикую природу в Чернобыле и Фукусиме. По его словам, вот все вот эти рассказы про адских мутантов с тремя головами, это все-таки сказки. Некоторые виды на пораженных территориях, да, вымирают. Но те, что выживают, не мутируют настолько катастрофически. Чаще всего мутации сводятся к изменениям, которые, ну, не то чтобы очень заметны. Например, там у некоторых появляется врожденная катаракта. Или у птиц, например, становится более редким оперением. Но самые частые клеточные изменения в организме, вот в очагах радиации, это онкология. Если очень сильно утрировать, то радиоактивное излучение поражает организм на клеточном и на внутриклеточном уровне. Это вроде бы не проблема, потому что внутри нас каждый день отмирает несколько миллионов клеток, и они спокойно замещаются новыми. Проблема в том, что излучение обычно поражает слишком много клеток одновременно, и иммунитет банально не справляется. При этом поражается ДНК, и клетки дают измененное потомство. И со временем из этих клеток вырастают опхоли, которые могут просто убить организм. Но вот думать, что облучение может привести к настолько специализированным и изменяющим фенотипмутациям, вот так как это показано в Фулауте, нет, не стоит. На самом деле, зеленые супермутанты и когти смерти выглядят гораздо правдоподобнее, потому что по лору и те, и другие были выведены человеком в генетических лабораториях. Причем армия США создала когтей смерти вообще до войны. И вот как бы с точки зрения предположений, да, нечто похожее вполне могло бы быть. Ну просто потому, что искусственный отбор намного быстрее естественного, и кошек и собак мы разных пород вон сколько навыводили. Но в нашем обществе на подобные эксперименты с геномом человека накладываются очень строгие ограничения. Генным инженерам разрешается работать только с соматическими клетками. Это клетки, которые никак не участвуют в размножении, и, соответственно, вносимые в них изменения не наследуются. Соответственно, трогать гометы, то есть репродуктивные клетки, запрещено. Поэтому вот в современном мире создать целый вид мутантов можно, ну, разве что в подпольной лаборатории. Да и то на это понадобится тысячелетия, просто потому, что наш цикл развития слишком долгий. И то, на что у бактерий там уходят дни, а у мышей годы, у нас займет столетия. Но в мире фоллаута этика явно работает как-то по-другому. И в теории люди вполне могли создать какие-то адские виды, которые при этом будут спокойно размножаться на воле. Просто на это понадобилось бы куда больше времени. И еще один очень сомнительный момент в игре — это воздействие радиации на героя. В фоллаут доза поглощенного излучения изменяется в радах. Это вполне себе реальная единица, тут вопросов вообще никаких. При этом в фоллаут 3 в Нью-Вегас, когда герой получает облучение там в 200, в 400 и в 600 рад, у него просто немножечко понижаются характеристики. В четвертом фоучи постепенно падает максимальный уровень здоровья. И только на тысячи рад герой наконец умирает. В реальности уже после первой сотни рад у человека обычно начинается острая лучевая болезнь. У него жар, головная боль, его тошнит. В общем, адская совершенно штука. А если получить облучение в 600 рад, можно умереть там за пару недель или вообще дней. Хотя, конечно, бывают исключения. И вот с одним из них связана довольно жуткая история. В 45-м году ученые из США провели секретный эксперимент. Они выбрали 19 человек, которым без их ведома периодически вкалывали плутоний. И одним из этих людей был Альберт Стивенс. Это был обычный маляр, у которого однажды заболел живот. И он пришел к врачу, и тот заявил ему, что у Альберта рак желудка. И начал втихаря ему под видом лечения от рака вводить плутоний. Причем в какой-то момент Альберт решился на операцию. И в ее ходе ему удалили кусок печени, кусок желудка и несколько ребер. Вот только никакого рака у Альберта не было. У него была всего лишь язва. Но чтобы не потерять подопытного, врачи сказали ему, что нужно обязательно продолжить лечение. И он продолжил. Самое странное в этой истории это то, что половина подоптных скончались уже через пару лет. А у Альберта только через 10 лет появились первые признаки дегенерации костной ткани. В те времена для подсчета в уровне облучения использовались не рады, а беры. Но суть в том, что Альберт получил радиацию на 6400 бер. При том, что смертельной считалось дозой в 500. В общем, про эксперимент он так и не узнал. И умер только в 79 лет от сердечной недостаточности. Это абсолютный рекорд. Как вот он так долго продержался, ученые до сих пор не знают. Так что, может быть, у героев фулаута тоже есть какая-то суперсила. Но на самом деле она не очень-то и нужна. Потому что в мире фулаута есть такие совершенно замечательные препараты, как Радикс и Антирадин. Соответственно, первый защищает от излучения, а второй моментально лечит его последствия. И, как ни странно, в жизни аналогичные препараты, ну, как бы можно сказать, что тоже существуют. Например, Нейпоген. Это стимулятор лейкопоэза. Он помогает организму производить белые кровяные клетки и восстанавливает иммунитет. Или, скажем, дитилентриамин пентаацетат. Его используют, чтобы выводить из организма плутоний кюриэмерицей. И, наконец, есть берлинская лазурь. Это, по сути, краситель, но на его основе создали препарат, который выводят из организма цези и талии. Вот только все эти препараты довольно узконаправленные и работают совсем не так эффективно, как в игре. Поэтому, если кто-то придумает вот настоящий Антирадин, весь мир ему прям огромное спасибо скажет. Блокиратор типа Радикс в реальности как бы тоже существует. Это едит калий или просто йод. Он банально не дает щитовидной железе впитывать радиоактивные изотопы. То есть защищает всего один орган и все. Так что в Fallout нельзя сказать, что прям сильно врет, но вот как минимум преувеличивает. Ну и последний на сегодня факт, раз уж мы заговорили про разные вещества. Один из главных символов Fallout это нюка-кола, ну или ядер-кола. Это популярный безалкогольный напиток и, понятна, отсылка к какому бренду. И в линейке нюка-колы есть куча разных вкусов. Но особенно интересна квантовая кола, которую можно выпить там в третьей и в четвертой частях Fallout. И от других она отличается тем, что светится в темноте синим. И не в темноте, кстати, тоже. И вот можно подумать, что это просто карикатура. Ну типа радиация, и поэтому типа светится. Но на самом деле в 37-м году советские ученые Павел Черенков, Игорь Там и Илья Франк открыли явление, которое назвали эффект Вавилова-Черенкова. И, между прочим, получили за это Нобелевскую премию. Суть в том, что под воздействием гамма-излучения прозрачные жидкости действительно светятся голубоватым светом. И дело тут вот в чем. Согласно теории относительности, ни одно тело, включая даже элементарные частицы, не может двигаться быстрее скорости света в вакууме. Но оказалось, что в оптических прозрачных средах быстрые заряженные частицы таки могут обгонять свет. Причем такой эффект можно наблюдать не только в лаборатории, но и, например, на дне океана. Из-за распада изотопов на больших глубинах вода тоже немножечко светится. Так что квантовая кола — теоретически вполне себе реалистичный напиток. Хотя и не очень полезный. Как видите, за некоторыми исключениями авторы Fallout действительно рисовали, ну, плюс-минус правдоподобный мир. Самое главное, что выживать в нем очень тяжело, и вот с этим вообще не поспоришь. И на сегодня это все. Я рассказал сразу про несколько тем, которые так или иначе связаны с миром Fallout'а. А сделал я это в первую очередь для того, чтобы вы поняли, что, играя в игры, можно заинтересовать себя самыми разными вопросами. Начать их изучать и самообразовываться. В этом, собственно говоря, была главная задача. А еще напоминаю, что Fallout 76 можно купить на 4-гейме, причем сделать это даже за накопленные там бонусы, то есть получить игру практически бесплатно. И не забывайте ставить лайки, если видео понравилось. Пишите в комментариях, что лично вы думаете о Fallout'е и какие интересные факты о нем знаете. И, кажется, это все. С вами был Алексей Макаренко. До встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok